В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Смирились с гибелью своих детей и попросили строго не наказывать. Накануне в суде поставили точку в уголовном деле 18-летнего парня, которого признали виновным в смертельной аварии. Однако за решетку начинающий водитель не попадет. ДТП произошло летом 2023 года недалеко от города Болотной Новосибирской области. Молодой человек взял родительский хайлендер и отправился на прогулку с друзьями. Водительского опыта не хватило. На грунтовой дороге автомобилист потерял контроль над управлением. Иномарку занесло и выбросило в кювет. Два пассажира получили тяжелые травмы, от которых скончались еще до приезда бригады врачей. Погибшим 15 и 19 лет. Еще одного 15-летнего подростка и девушку, которая всего на год старше его, госпитализировали. Сам горе-водитель тяжелых травм не получил. В ходе следствия выяснилось, что в момент аварии он был трезвый. Ранее не привлекался к уголовной ответственности и учился в ВУЗе. Свою вину признал, раскаялся, а также частично компенсировал ущерб. Родственники погибших простили виновника и попросили Фемиду строго не наказывать студента. В итоге парню назначили 3 года и 5 месяцев условно. А сейчас анализ аварийности в регионе за минувшие сутки. Пошел восьмой день без смертельных ДТП. Снизилось и количество инцидентов с пострадавшими. Инспекторы зафиксировали два столкновения. Один наезд на пешехода и одно падение пассажира в салоне общественного транспорта из-за резкого маневра шофера. Количество лихачей и опасных водителей также сократилось. 13 человек управляли транспортом без прав. 10 сели за руль пьяными. Однако нарушителей среди пешеходов и безответственных родителей стало больше. 50 человек пытались перебежать дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора. 44 водителя не пристегнули детей во время поездки, либо вовсе не стали покупать специальные кресла. В городской госавтоинспекции подвели итоги рейда юридические лица. В поле зрения правоохранителей на этот раз попали коммерческие перевозчики. Проверяли не только грузовые машины, но и пассажирский транспорт. Некоторых нарушителей сняли с рейса, а технику отправили на штрафстоянки. Рулевая и тормозная системы, исправная работа габаритов и наличие тахографов. Пока один инспектор осматривает техническое состояние машины, второй внимательно изучает документацию. Данное транспортное средство имеется еще в составе прицеп, полуприцеп, на котором натягается устройство. Проверено, что в данное тяго устройство вписано на данное транспортное средство, внесены изменения. Мероприятие решили провести из-за растущей аварийности с участием грузовиков и автобусов. Несмотря на строгие наказания, все равно находятся предприниматели, жаждущие наживы. Одни экономят на ремонте транспорта, не заботясь о безопасности своих же работников. Другие не оформляют документацию и за небольшую плату нанимают шоферов-нелегалов. За пять дней полицейские осмотрели около полутора тысяч машин. Выписали 500 штрафов водителям, привлекли к ответственности 47 механиков и должностных лиц, а также 30 компаний-перевозчиков и частников. Основные нарушения, связанные с технической несправностью транспортных средств, это нарушение рулевого управления, тормозной системы, неисправность. Бывает также много фактов подтверждается. Это отсутствие путевых листов, то есть юридическое лицо перевозит груз, при этом отсутствует путевая документация, но имеется транспортная накладная. То есть водитель при выпуске на линию не прошел предрессовый медицинский осмотр и предрессовый технический контроль. Мы ждем какого-то важного гостя. Наша редакция сегодня получила жалобу от жителя дома по улице Сибирьков-Гвардейцев в Новосибирске. Негодование вызвала уборка снега. Казалось бы, радоваться надо такой активности коммунальщиков. Однако по непонятным причинам они скребли территорию до асфальта глубоко за полночь. Время половина второго ночи. Все люди спят. Дня было мало. Что ж за идиотизм-то такой, а? Наверное, готовятся к приезду какого-то высокого гостя. Город спит, и под окнами идет работа. Два часа ночи. А сейчас, внимание! В центре мегаполиса изменится схема движения транспорта. С 17 февраля на участке улицы Октябрьской от Красного проспекта до Советской станет односторонним. В обратном направлении можно будет проехать по Коммунистической. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения. На узких улочках регулярно фиксировали мелкие ДТП. Автомобилисты не могли разъехаться, а кто-то даже пытался проскочить по встречке. Теперь движение разрешено только в одном направлении. Эксперты надеются, что такие меры помогут выправить аварийную статистику. И в завершении программы традиционная рубрика «Две беды». Это подборка столкновений, которые попали в объективы регистраторов машин и уличных камер наблюдения. Будьте внимательны на дороге и учитесь на чужих ошибках, чтобы не совершать свои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня это все дорожные новости. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp. Номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь и на наш канал в Телеграме экстренной НСК. В студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До встречи в эфире ОТС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Базов будем оформлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...